Новосибирск Теперь она выпускница. Накануне сдала ЕГЭ по-русскому, сегодня выиграла 100-метровку. Очень рада, что впервые смогла показать такой высокий результат. То есть это мой личный рекорд. И будем надеяться, что дальше больше. В принципе, неплохая конкуренция. Очень важно, что здесь бегут именно все вместе, а не по возрастным группам. То есть можно действительно посмотреть свой результат по области, а не по своему только году. Таких, как Арина, немного. Именно экзамены называют главной причиной малого количества участников. В этом году их почти в два раза меньше обычного. Из районов области приехало всего 4 команды, плюс 5 городских. Сделали номеров, сделали атрибутику сувенирную на 500 человек. Вообще в том году планировали тоже 350, но было даже больше. И не хватало номеров для участников. Главное не количество, а качество, говорит Яков Розенфельд. В свои 92 года заслуженный тренер и народный учитель снова на стадионе. И 16 раз, что проводит соревнования, пропустил всего лишь несколько стартов. Тогда не позволило здоровье. Здесь не от количества зависит. Здесь зависит от качества. От того, как ты воспитал в себе дух, силу, желание. Родители, чтобы помогали. Чтобы вот это все вместе связанное, вот тогда будет. Медали разыгрывают в нескольких видах, забегах на 100, 400 и 1000 метров, эстафете и прыжках в длину. Для областных и городских школ разный зачет, победа в котором одинаково престижна. До конца соревнований Яков Романович не остался, а сказывается преклонный возраст. Но то, что его дело живет, безусловно радует тренера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова